Рады представить Александра Ухмановского, директора консалтингового агентства. Витаю вас, дякую, что вы с ранку с нами. Отже, если говорить по поводу этих уменьшений, лимитов и так далее, как это влияет на украинцев? Это позитив или негатив все-таки? Ну, если мы говорим про мировую практику, это позитив. Естественно, весь мир сейчас борется с наличными платежами и переводит все в безнал, естественно. Это детализация экономики. Если говорить про реалию Украины, это скорее негатив. Если мы говорим про последствия буквально сейчас, почувствуем ли мы обычные люди, мелкие предприниматели, какие-то проблемы, в целом нет, потому что платежи свыше 50 тысяч гривен все-таки составляют незначительный процент торговых операций, коммерческих в общей системе, в 100% платежей. То есть на сегодняшний день, скажем так, это нормальный лимит, потому что до этого предела нужно еще дотянуться, 50 тысяч где-то найти. Да, но это если мы говорим просто, ну, расцениваем, вот сейчас оцениваем, насколько это повлияет на нашу с вами жизнь. То есть действительно платежи свыше 50 тысяч за один товар, мы должны понимать о том, что было уточнение о том, что если вы колбаски купите в супермаркете на 51 тысячу, это нормально, то есть вы можете расплатиться наличкой. Речь идет про единоразовые крупные покупки, там автомобиль, ювелирка, шуба и так далее. То есть продукты питания вы можете попричьем покупать. Ну, платите, но я не знаю, на 51 тысячу наберете ли. Да, да, да. Выносить и выносить. Ну, вдруг кто-то совместно покупает всем селом колбасу в одном супермаркете для всех. Но эти ограничения имеют, необходимо рассматривать в перспективе будущего. И вот тут как раз возникают определенного рода проблемы, потому что государство в данном случае закладывает потихонечку механизм прикручивания гаек и фиксации всех доходов и расходов по сути населения. Это может быть одним из этапов очередного подготовки украинцев к так называемой нулевой декларации, то есть оценке всех доходов на фиксацию на какой-то год и после этого всеобщего декларирования. И все эти снижения сумм беспрерывные как раз позволяют фискальным органам, мониторинговым службам, финансовым получать все больше и больше, все точнее и точнее информацию, все о больших и больших людях, которые делали хоть какие-то к покупке, потому что да, сейчас мы не покупаем за 50 тысяч ничего, но завтра мы купили убитый жигуль за, ребята, 50 тысяч гривен, это сейчас меньше 2 тысяч долларов. И мы уже попали на карандаш фискалом. То есть по сути это сбор информации на население? Да. В первую очередь необходимо это расценивать, что мы попадаем на картотеку. Ну и соответственно ограничение финансовых свобод по сути. Да, то есть это опять же подготовка к дальнейшему ограничению, все большему ограничению. То есть сумма будет еще меньше со временем? С учетом наших инфляционных процессов и так далее, то есть сумма может и не быть меньше. Только расти еще. Да, но покупательская способность этой суммы может сильно разнападать. И тут еще нужно понимать, что вот таким нехитрым способом наше государство, государство очень неплохо помогает банковской системе, потому что опять надо понимать то, что если на Западе комиссионный банк, помните, да, что каждый платеж банк сдирает свою сумму. Если на Западе очень много платежей, ты не платишь банку ничего за это, то у нас банк берет комиссию. И сейчас комиссия это от одного процента от суммы и больше. Для покупателя. Но кроме того мы должны понимать о том, что платит еще и продавец. И да, то есть как помочь банкам? Давайте поможем не за счет государства, а за счет покупателей. А для того, чтобы не затронуть социально незащищенные слои населения, то мы поставим 50 тысяч. Пусть платят те, кто богатый, так сказать. Хотя 50 тысяч долларов, повторюсь, да, 1800 долларов, хорошая путевка за границу, убитая машина, бэушная и все. То есть это минимум, скажем так. Да, но банковскую систему это немножечко может подкормить. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть небольшой опрос о Николаевцев, который провели наши журналисты, как они думают, повлияет ли это на их жизнь и вообще слышали ли они об этих ограничениях. Смотрим. Ну, я считаю, что это немного сковывает в плане удобства, но, в принципе, тогда все твои финансовые операции будут просчитываться через карточку. Это тоже удобно, думаю. Я не знаю, как мне к этому относиться, но у меня никогда таких денег не было, поэтому зарплата небольшая, поэтому плачу, так, наличкой. Отрицательно, честно говоря. Потому что, вы знаете, в свое время, когда наши родители потеряли на книжках очень много денег и получили там, допустим, вот моя мама потеряла 20 тысяч рублей. Вот, работала всю жизнь маляром-штукатуром, потерять такие деньги и получить потом после этого одну тысячу гривен, вы знаете, ну, как-то интереса мало. Вот, и вот этим карточкам я не особо доверяю. Простой человек, я не могу относиться ни плохо, ни хорошо. Это, знаете, как солнце заходит на востоке, восходит, а заходит на западе. Это невозможно изменить. Они сдали закон или постановление. То есть, они считают это нужным. Ну, и пусть. Ну, это, конечно, я считаю, не особо правильно. Потому что кто как может так и зарабатывает, и особо это фиксировать. Ну, не знаю. Кому нечего скрывать, наверное, это как бы без разницы. Нет, меня, в принципе, не сильно интересует. Я считаю, что это нормальный процесс. Трудно оценить, потому что я таких покупок не делаю, не знаю. Это должны оценить те люди, которые такие покупки делают. Ну, я думаю, что вообще ограничений не должно быть. Не 50 тысяч, не 150. Есть деньги у человека, он должен ими пользоваться, как он считает нужным. Ограничение – это уже, будем говорить, ограничение действий самого человека. Поэтому, если говорить, то, конечно, это негативное явление. Итак, если сделать небольшую отводку теперь от этого сюжета, основное – это недоверие к системе. Только что во время сюжета просмотра вы сказали, да, как быть теперь, если вот недоверие есть у населения, что стоило бы сделать все-таки государству перед тем, как делать эти ограничения? Ну, это опять фундаментальные вещи, я не скажу ничего нового. Любое государство для того, чтобы поднимать доверие к системе, оно устраняет проблемы, да, то есть почему не доверяют. Первое – риск, второе – коррупция и так далее. То есть на Западе, еще раз, население спокойно, граждане воспринимают такие ограничения, понимая, что все должны платить налоги, теневых доходов не должно быть, потому что они видят, что нет тотальной коррупции. Коррупция там несколько процентов на самом верхах, да. Если же мы видим о том, что тотальную коррупцию, мы видим, что наши деньги расходуются неэффективно, то, естественно, никто не хочет показывать доходы, платить налоги и тем более, чтобы кто-то фиксировал. Ну да, чем я хуже от других, которые это скрывают? Вы же видите, да, что проблема в том, что рядовые люди, которые, в принципе, не делают покупки, все равно негативно воспринимают это. А обходится, естественно, это ограничение так же, как и обходилось раньше, самый примитивный. То есть нет проблем в этом, в принципе. И когда говорят о том, что ну вот теперь вот эти депутаты, миллионеры, наконец-то они начнут платить налоги, мы все про них узнаем. На самом деле это большое заблуждение, потому что как раз вот эти вот люди, у них нет проблем с проведением схем оплаты. Этих операций, да. Так, чтобы никто не узнал. То есть самый-самый простой способ, который применялся и раньше, это дробление сумм, потому что ограничение составляет 50 тысяч в день. Вот, пожалуйста, платите по срочку каждый день, да. Но в любом случае проблема заключается в том, что в любом случае такие операции, скорее всего, будут фиксироваться негласно, потому что, опять помню, нет у нас банковской тайны. И мы можем быть контролируемы в любой момент. По поводу вот вариантов, как можно обойти это постановление, вы сказали, что можно, например, рассрочку и платить там ежедневно эти суммы, можно разбить на несколько чеков, что еще и как это можно сделать? Можно занизить стоимость продажи, хотя это уже опасно покупателю, потому что в случае проблемы и возврата товара, ты получишь только ту сумму, которая официально, например, стоит в чеке, в договоре. Но, тем не менее, это можно делать. Можно разбивать на несколько, можно делать, например, совместную часть, да, часть товара, покупать, например, туристическая путевка, когда ты не покупаешь путевку на двоих, а каждый платит за себя. То есть, на самом деле, это создание проблем… И лишнего хода, скажем так, к тому, чтобы это осуществить. А по поводу, вот, обычных граждан увидели и услышали это во время опроса, что и нет, и не было таких денег на руках, потому что там зарплата маленькая. Но бывают такие случаи, когда те же украинцы, те же Николаевцы, да, собирают деньги, помощь, там, на лечение ребенка и так далее. И сумма больше, чем 50 тысяч. Как здесь быть? Ну, в данном случае я не думаю, что были какие-то проблемы, потому что в любом случае благородительный фонд должен их положить на счет, если это официальный благородительный фонд. И это не является покупкой, не забываем, да, это благородительный взнос. Поэтому ограничений никаких нет. То есть здесь, в этом случае, все нормально? Да, если же работают с волонтерами и фактически с частными лицами вне юридической плоскости, то, как и раньше, были случаи, когда человек приносил 10-20 тысяч долларов давал в руки или потратить, как ты считаешь, нужно, так и сейчас будет. То есть на это ограничение нет. На благородительность не повлияет. Понятно. Это теперь понятно, это теперь легче. По поводу все-таки украинцев, которые, например, хотят сделать какую-то покупку, например, мы там квартиру, да, смотрим. Как быть в этом случае? Потому что немногие захотят же там снизить цену, да, на стоимости, либо как разбивать, как это договариваться, какой-то договор, что несколько раз будем вносить эту сумму. Как это происходит? Ну, я не специалист по теневым схемам, но я вас уверяю, что любой нотариус вам подскажет, как это сделать. Все уже придумано, все уже решено, да, и это вечная борьба государства с лишними деньгами в наших карманах. Натокается, естественно, на предприимчивый ум украинцев, которые не хотят расставаться со своими деньгами, поэтому еще проблем не будет. Ну что ж, будем надеяться, что проблем не возникнет, но и, конечно же, будем надеяться, что реформы, которые проводятся, не будут просто ради реформ, просто ради галочки, хоть как-то, возможно, повлияют на экономику. Это наши оптимистические мысли и мечтания.